Десятый лицей входит в десятку лучших школ региона. Уникальное образовательное пространство создано для одаренных детей. Безусловно, в первую очередь здесь уделяют внимание точным наукам, но при этом гуманитарная составляющая остается на высоком уровне. Ежегодно ученики лицея занимают топовые позиции в районных, областных и всероссийских конкурсах и олимпиадах. Лицей существует уже больше 50 лет. У него такая, наверное, высокая планка школы с углубленным изучением технических дисциплин. Очень сильны традиции классической системы российского образования, но и в то же время все инновационные веяния за все годы существования уживаются с той классикой, которая существует в лицее. Значит, уже более 12 лет мы работаем в рамках эксперимента очень масштабного. Мы являемся базовой школой для работы с детьми повышенного уровня мотивации к обучению. Лицей существует как образовательное учреждение на уровне основного и среднего образования. То есть ребята к нам поступают с пятого класса. И, что очень-то для нас значимо, успешно заканчивают наше учебное заведение и успешно определяются с выбором будущего профессионального пути. То есть успешно поступают в высшее учебное заведение. Мы работаем по четырем направлениям, которые определяют углубленные программы. То есть это математика, физика, информатика, химия или биология. То есть четыре направления. И эти четыре направления, так скажем, немного поддерживаются с нашей уже педагогической стороны программами дополнительного образования, которые мы создаем как поддержка, как расширение кругозора наших основных направлений. Ну, главная проблема, которую мы решаем в комплексе, это проблема социализации интеллекта одаренного, мотивированного ребенка. Не секрет, что одаренный ребенок в школьном возрасте не всегда становится одаренным взрослым. И вот эта проблема нас очень сильно занимает. Мы достаточно кропотливо проанализировали и создали в лицее программу, которая позволяет найти одаренному ребенку сферы применения своего таланта. А талантливые лицеисты во всем. Ребята не только блестяще справляются с образовательной программой, но и на внеурочной деятельности находят выражение своих творческих и интеллектуальных способностей. Пока одни учатся правильно подходить к расходу электроэнергии, другие осваивают бумагопластику и ставят спектакли. Тем временем король, приезжая мимо, заметил прекрасный замок и пожелал войти туда. Кот, выбежав навстречу, сказал королю. Добро пожаловать в замок Маркиза-Докарабаса. Ваше Величество, милости просим. Как, господин Маркиз, этот замок тоже ваш? Нельзя себе представить ничего более красивее, чем этот двор и постройки вокруг. Маркиз подал руку прекрасной принцессе, повел ее вслед за королем. Все втроем они вошли в большую залу. Король был очарован достоинством господина Докарабаса. Большое внимание уделяется еще и, кроме математических, творчеству. И поэтому, конечно же, такие предметы, как ИЗО и техническая графика, они развивают пространственное мышление и воображение. Конечно же, бумагопластика, она способствует пространственному мышлению и воображению ребенка. Ребята с удовольствием ее занимаются, потому что вот сейчас, кроме домов, которые они делали из модуля, они будут строить свой собственный город будущего. Математика, кажется, такой сложный предмет, но в то же время он направлен и на логическое мышление. Здесь тоже нужна и логика, и какие-то, может быть, даже математические расчеты, если им вдруг надо, допустим, город построить в каком-то масштабе, да, чтобы это было и дома соответствовали этому масштабу. Это, наверное, наша такая имиджевая изюминка, потому что ребята приходят в пятый класс, и мы в пятом классе формируем новые классные коллективы. Это достаточно непростая ситуация как для ребят, так и для нас, для взрослых, не только учителей, но и родителей. И на первом этапе мы даем возможность ребятам попробовать себя в разных сферах лицейской деятельности. При условии, что вся эта деятельность будет обязательно творческая и командная. Благодаря вот такой совместной деятельности на фоне создания кукольного театра, создания мюзикла на Новый год, создания какой-то исследовательской интересной работы, ребята объединяются, знакомятся. И что немаловажно для ребенка, который, может быть, не совсем себя уютно чувствует, не совсем, может быть, адаптировался, он начинает жизнь в коллективе, в команде с чистого листа. И каждый раз мы даем ему возможность начать свою, так скажем, образовательную деятельность с чистого листа в разных командах. Вот создавая свою технологию интеллектуального меценатства, мы таким краеугольным камнем заложили проблему отказа от классноурочной системы. То есть, пока мы ее опробируем в дополнительном образовании, экспериментируем в рамках основного образовательного процесса, то есть мы создаем сводные классные коллективы, в которых ребята объединяются по интересу для решения какой-то интеллектуальной задачи. То есть, одиннадцатиклассники у нас выступают игротехниками, как бы своеобразными, с одной стороны, единомышленниками ребят в решении интеллектуальных задач, с другой стороны, они являются как такими своеобразными опекунами. Они направляют, помогают, наставляют ребят в достижении какой-то задачи образовательной. Такие коллективы создаются для решения одной конкретной задачи. Это может быть творческая задача, это может быть задача интеллектуального уровня, математическая, это может быть какие-то проекты социально значимые. Ребенок попробовал какую-то определенную роль в коллективе, заявил о своих способностях, о своих талантах. Он был признан, потому что таким образом мы вместе с психологами работаем и создаем эту ситуацию успеха, чтобы ребенок вкусил эту такую, так скажем, частичку, крупицу победы, и крылья вырастают. И дальше ему легко учиться, дальше он начинает общаться на другом уровне. И для нас, что самое главное, презентовать свои знания. Математика – царица наук. И в лице к ней особое отношение. Ребята увлечены этим предметом. Да и решать сложные задачи легко, когда преподаватель использует авторские разработки. И каждый урок делает интересным и увлекательным. Для того, чтобы уроки математики у моих ребят проходили эффективно и с пользой, и были интересны прежде всего ребятам, я придумала такой конструктор для каждого ребенка и осуществила свою мечту вместе с родителями и с детьми, выполнив это, придя к такому продукту, как планшет для индивидуального использования на урок о геометрии. Этот планшет мы с детьми используем в 10 классах. И ранее, когда знакомимся с поверхностями, со стереометрическими телами, это помогает им развивать абстрактное мышление, быстро ориентироваться в телах, которые они строят на данном планшете. Им это очень нравится. И я заметила, что при использовании этих планшетов на уроках дети быстрее вникают в суть задачи, и задача решается гораздо легче и быстрее детьми. Кроме этих планшетов, я на своих уроках использую также такую живую среду, как живая математика. Мы строим в этой среде графики, решаем задачи с параметром, что является очень сложным для ребят, особенно 11 класса. И эта среда живая математика позволяет также детям полностью создать картинку именно той задачи, с которой они в данный момент справляются. Ну, уникальность математики прежде всего в том, что мы, не подозревая, мы на каждом шагу используем математику. Даже когда мы беседуем с детьми на уроках, и я им задаю вопрос, а где же здесь математика? Они отвечают сразу первое, что им пришло в год, да здесь нет. А потом я их заставляю думать, и да, действительно, математика на каждом шагу. Пока математики осваивают пространство, физики активно экспериментируют и открывают новые стороны эффективного управления городской средой. Ученики 10-го лицея вообще неравнодушные ребята. Их интересует все – экологическая обстановка в районе, разумное использование электроэнергии и многое другое. У нас в школе организован экологический клуб «Природа плюс». И направлен он, как правило, на изучение своего края и экологических проблем нашего региона. В рамках этого экоклуба мы изучаем флору нашего региона, фауну, изучаем экологические проблемы, и, в частности, проводим экологический мониторинг. Экологический мониторинг мы проводим с помощью цифровой лаборатории и при этом используем различные датчики, которые позволяют следить за изменением температуры, за изменением влажности. Мы можем измерить шумовое загрязнение, освещенность, можем даже померить ионизирующее излучение. А вот в кабинете информатики цифры и формулы превращаются в реальные дела. Ну, прежде всего, на создание этой модели меня вдохновила личная встреча с Наджелом Экландом на форуме «Рубикон-2017», который проходил в Красногорске. У него вместо его правой руки стоит механический протез, бибионик-3, который позволяет ему жить полноценной жизнью, несмотря на его ампутированную настоящую руку. Вот. Эта рука, вот моя рука, позволяет схватывать, ну, сжимать пальцы, прежде всего, и сжимать, и схватывать отдельные предметы, так как бутылку. Вот данная рука, я думаю, пока это только прототип и эскиз. И, например, в будущем эту руку можно будет использовать на каких-нибудь заводах с работой с опасными ядовитыми химикатами. Эта рука будет полностью, допустим, герметична. Или можно будет использовать эту руку на работе, на строительстве, где можно будет поднимать большие предметы, не марая руки, допустим, и чтобы рукам было не больно. Мы были самые первые в нашем Одинцовском районе, кто стал заниматься робототехникой. И сподвигло нас то, что очень много часов программирования, когда дети просто программируют за компьютерами или за партами, сидят, это, ну, скажем, не так эффектно. А когда дети сначала конструируют, собирают вот такие букашки, это все представлено пятым классом, наша внеурочная деятельность, то, конечно, потом они вносят в них программы, и им уже интересно, что-то пошло, что-то, вот как сейчас было продемонстрировано, бутылочку схватили, поздоровались. То есть уже совершенно другой интерес именно к программированию, именно уже, конечно, к различным другим сложным вещам из области информатики. Может сложиться впечатление, что только изучением точных наук заняты лицеисты, но это далеко не так. Лингвистическое звено очень сильное. Русский и иностранные языки, литература. Каждый ребенок даже создает свою собственную азбуку. Я думаю, что при входе в наш кабинет вы обратили внимание, что он называется «Кабинет музея истории русского языка». Мне кажется, для того, чтобы привлечь внимание детей к предмету, очень важно погрузить их в основы, к самому началу. И мы очень много внимания на уроках русского языка уделяем этимологии, происхождению. Это всегда загадочно, зачастую это удивляет, и тем самым вызывает интерес. Ну и, конечно же, основа всех основ – это наша азбука. Несколько лет назад пришла идея поизучать, поисследовать, что это такое, почему и как. Выяснили мы с ребятами, что у нас помимо традиционных азбуков и букварей, к которым наши дети современные привыкли, и мы с вами, в принципе, тоже росли и читали все одинаковые азбуки, существует огромное количество авторских азбуков. И каждый автор, создавая свою собственную азбуку, казалось бы, буквы те же самые, да, история та же самая, но зачем-то этот человек делает, значит, он туда вкладывает кусочек своего «я», своего внутреннего мира. И, знакомясь вот с такими азбуками, авторскими азбуками, созданными за последние уже даже больше, чем 100 лет, потому что первая, обнаруженная нами для ознакомления азбука, это азбука 1904 года, дала нам с детьми идею, а не создать ли свою собственную авторскую азбуку. И дети создавали азбуку сами, вот уже новое поколение детей, второе поколение детей, которые создают свою азбуку, да. И мне кажется, занятиям это очень нравится, да, потому что это все вне уроков. Я, конечно же, поощряю их и словами, и оценкой, но, судя по тому, если вот вы посмотрите, полистаете их азбуки, что делают дети и как делают, это им нравится. Многих это очень и очень увлекает. Каждый ребенок, вот как тут алмаз, да, как Лев Николаевич Тостол говорил, должен себя очистить для того, чтобы превратиться в бриллиант, он понимает, что для него ценно, значимо и важно в этой жизни, да. Мы все себя воспитываем, мы все прежде всего к себе предъявляем какие-то требования, мы все что-то себе позволяем и, наверное, что даже важнее, чаще всего не позволяем. А вот как раз что это и помогает детям определиться, да, вот с этими понятиями составление своей собственной азбуки. У нас как бы вообще ребенок, да, окружен вниманием и заботой с нескольких сторон. Значит, с одной стороны, это, конечно, семья, тут бесспорно. Мы всегда благодарим наших родителей, потому что они откликаются на все наши предложения, на все наши рекомендации, они наши единомышленники. Вот, с другой стороны, они попадают в педагогическую ситуацию. У нас есть в нашем педагогическом коллективе, помимо института классных руководителей, у нас есть психологическая служба, которая строится из двух направлений. Это личностный рост ребенка и его коммуникативная среда. Дальше у нас есть совет тьютеров, которые помогают ребенку продвигаться именно в социальной сфере. То есть мои знания, мои способности вот в социализации. Дальше у нас есть консультативный центр. Здесь у нас работают педагоги на подготовку ребят ко Всероссийской олимпиаде школьников, к интеллектуальным конкурсам. То есть весь интеллект – это вот с этой стороны, так скажем, поддержка. Поэтому вот такая система позволяет нам работать в разных направлениях. И если у ребенка успешно получается работа в рамках Всероссийской олимпиады школьников, то мы сопровождаем его в этом направлении. Если у него интересные работы, и он себя видит именно в социализации, и мы видим, что ребенок интересно выполняет социальные проекты, в творческом воплощении, он имеет навыки руководителя, организационные способности, он получает возможность в этом направлении продвигаться. И таким образом мы видим, как продвигается, как идет рост, где нужно скорректировать, где какую помощь оказать. И таким вот в этой ситуации получается, что мы максимально создаем условия для того, чтобы презентовать наших лицеистов. Безусловно, что за всеми победами и успехами детей стоит огромный труд учителей, команды настоящих профессионалов, людей в хорошем смысле слова, болеющих за свое дело. Конечно, педагогический коллектив – это большая команда единомышленников. Значит, команда администрации – это идейные, так скажем, такие двигатели всей лицейской системы. Это педагоги, это педагоги доп. образования. И те люди, которые являются на сегодняшний день совместителями, наши единомышленники из научных центров, высших учебных заведений, предприятий Одинцовского района города Москвы. Конечно, очень приятно, что в составе нашего педагогического коллектива он постоянно пополняется нашими выпускниками. На сегодняшний момент мы можем говорить о 15% своих выпускников в составе нашего коллектива. Для нас это очень почетно. Мы с большим удовольствием приглашаем к себе своих выпускников, ждем их. И бывают ситуации, когда выпускники наши возвращаются в школу без планов работать в коллективе, но мы находим слова, наша лицейская атмосфера, наши традиции позволяют им находить ситуацию успеха. Поэтому они наши где-то спонсоры, они наши идейные, так скажем, такие вдохновители. Во многом вся техническая начинка лицея мы ее и создаем, пополняем, содержим благодаря помощи наших выпускников. То есть вот эта идея, которая когда-то зародилась создать в лицее, такой вымышленный, может быть, волшебный город, лицейский интернет-град, с современной техникой на сегодняшний день преображается, перевоплощается. Сейчас мы говорим о создании Центра технических компетенций. И во многом это наши выпускники, которые нас подпитывают идеями, приводят в мир современных технологий, знакомят, даже где-то и обучают нас. Поэтому вот такая смена поколений, которая происходит в педагогическом коллективе, позволяет сохранять креативную среду. Потому что средний возраст педагогического коллектива на сегодняшний день 42 года. Это достаточно такой мобильный, креативный, я бы даже сказала, наверное, где-то очень смелый педагогический коллектив, который не боится нововведений, который очень профессионально готовит ответ на все новые введения, которые происходят в стране и в мире. То есть такой вот ответ именно, я бы сказала, современного менеджера. Вот не секрет, что для педагога на сегодняшний день очень важно владеть качествами современного менеджера, уметь планировать, просчитывать ситуацию. Уметь учиться, уметь в нужный момент найти именно то, что на сегодняшний день актуально для детей. Вот, поэтому мы приветствуем у себя в коллективе. Администрация 100% и большой процент в составе коллектива, которые имеют образование в менеджера. Менеджера в образовании, менеджера в муниципальном объединении. Вот, и на сегодняшний день мы говорим, что это позволяет нам во многом быстро, оперативно, мобильно внедрять все ноу-хау из, так скажем, нашего общества в образовательную среду. Мечты у нас очень большие. Когда мы создавали свою программу социализации интеллекта «Одаренного ребенка», мы создавали свою технологию лицейского интеллектуального меценатства, мы очень много об этом задумывались, к чему мы хотим прийти. И вот мы очень, мне кажется, мудро сформулировали там нашу главную цель. Мы хотим, чтобы все наши выпускники стали меценатами в стране, научились зарабатывать своим интеллектом, так скажем, состояние. И это состояние работало на развитие страны. Вот такая у нас глобальная цель. Поэтому мы ее видим, мы к ней идем. Очень много, конечно, беседуем с ребятами, строим планы. Конечно, нам бы было очень интересно работать, наверное, в каких-то менее классических условиях, более креативных, свободных. Конечно, нам бы хотелось иметь спортивную базу, потому что очень многие наши ребята находят себя именно в спорте. Несмотря на то, что обучаются глубокому знанию математики, побеждают на спортивных соревнованиях различного уровня, мы им очень гордимся, наблюдаем за их карьерой спортивной. Конечно же, нам бы очень хотелось, чтобы лицей сохранил свое лицо, свою историю. Наверное, систему такую уникальную работы, которая есть, и передавать ее своим коллегам. На сегодняшний день вот тот опыт, который у нас есть, позволяет нам не просто обучать ребят, позволяет нам осваивать технические, так скажем, нововведения. Вот очень большая мечта у нас сейчас создать в лицее инженерный класс, для того, чтобы готовить инженерные кадры. Условия есть, ребята есть, думающие, креативные. Есть выпускники, которые нас поддерживают. Второе наше направление, которое мы очень хотим реализовать, и мы частично уже на пути к этому в прошлом году в рейтинге, во всероссийском рейтинге, мы вошли в топ-50 лучших школ России, которые готовят своих выпускников в медицинские вузы. И наша следующая идея, наше следующее направление – это создать медицинский класс, который позволит, конечно же, нам лидировать на олимпиадах всероссийского уровня. Конечно, биология, химия, ОБЖ. Мы, конечно, получаем, и сейчас там заслуженные награды, но хотелось бы прочно лидировать в этом направлении. Создать для ребят вот ту ситуацию профессиональных проб, которые на сегодняшний день очень важны. Атлас новых профессий меняется очень стремительно. Новые профессии смело входят в нашу жизнь, и мы бы хотели быть площадкой, на которой ребята опробовали бы свои знания вот именно в новых профессиях.